Для детей из приемных семей и семей опекунов сотрудники музея Дмитровский Кремль провели экскурсию по основной экспозиции. Рассказали о знаменитых дворянах и их имениях, расположенных на территории Дмитровского края. Ребята узнали, как жили на Руси различные сословия, как выглядел богатый дворянский дом и скромное жилище крестьянина, какие традиции и обычаи соблюдали наши предки. Конечно, не случайно, именно в пасхальную неделю мы проводим такой праздник для того, чтобы приобщить ребят к русской культуре, поддержать интерес и любовь к истории Дмитровского края, чтобы у ребят было желание неоднократно приходить в наш музей. Вот сегодня, когда мы общались с замещающими родителями, они говорят о том, что мы живем напротив музея, но как-то не получается прийти вместе с детьми. И они очень сожалели и, можно сказать, для себя сделали открытие и говорят, что мы будем обязательно вместе с детьми приходить сюда в музей. Путешествие в прошлое продолжила интерактивная программа мастер-классов. Маленькие гости узнали о народных промыслах, существовавших на территории Дмитровского уезда. Одним из самых распространенных женских занятий было изготовление кукол. Раньше в любой семье они играли большую роль. Были оберегами, куклы-обереги делались на разные случаи жизни. Делались женщинами, в основном старшими женщинами в семье, делались мамы, бабушки. Ну и, конечно, старались и приобщать маленьких деток, маленьких девочек, конечно, к изготовлению кукол. В основном делали из дерева, золы и, конечно, были тряпичные куколы. Какие-то куклы делались для оберега от болезни. Также были такие куклы-обереги, которые приманивали богатство в семью, сытость. Можно было с помощью таких кукол найти жениха себе, выполнив красиво, показать себя. Интересно, что все куклы объединяла одна характерная черта – у них не было лица. Не потому что не могли его сделать, например, нарисовать, либо вышить, а верили в то, что если нет глаз у куколки, то не сглазь. Если нет рта, не наговорить чего лишнего. Еще один старейший промысел края – камушный. Бусы на Руси были не только популярным украшением, но и символом богатства и здоровья. Носили их женщины разных сословий. Изготавливали бусы на любой вкус и цвет. Занятие это требовало усидчивости, внимательности и сноровки. В этом ребята убедились на собственном опыте. Чтобы получить красивое изделие, нанизывать бусинки нужно в определенном порядке. У всех получается? Теперь еще две маленьких. Вот сюда добавляем большой. Результатом кропотливого труда стали нарядные бусы, которые дети забрали домой в качестве сувенира. На другом мастер-классе можно было окунуться в мир древнерусского зодчества. Ребята проявили фантазию и с большим удовольствием возвели старинный город из дерева, построили дома, оборонительные стены, башни, церковь. А завершил праздник добрый пасхальный спектакль детского музыкального театра «Колесо». Субтитры создавал DimaTorzok